Всем привет! Сегодня у нас 24 мая 2013 года. Короче, это продолжение темы про топор. Вот такая вот у меня получилась здесь тематика. Значит, с 20-го числа два топорища у меня пропитывались в масле. Ну, все это в предыдущем видео есть. Короче, больше не буду я об этом трепаться. Здесь-то я почему-то еще решил ручку от саперной лопатки пропитать. Ну, погружать я ее полностью не стал. Просто обмазал несколько слоев. Ее-то уже она как-то, правильно, не помню, называется парамелизовалась или что. Ну, то есть, короче, она высохла. Снимаю опять на айфон, не знаю, видно, не видно. Должно быть видно. Такой приятный цвет у меня желтенький получился. И на ощупь даже она довольно-таки приятная. Ладно, короче, сейчас я это все достаю дело. Больше я, в принципе, никак не смог придумать, как это сделать. Здесь у нас она так пенится. Короче, ладно, все это дело я сейчас достаю, подвешиваю. Опять же, наверное, здесь теплица. Сейчас подвешу. Опять включу камеру, покажу, как я подвесил. Ну, и, соответственно, продолжим. Опять я. Короче, таким вот образом я подвесил их, ну, грубо говоря, на предварительную сушку. Сейчас немного масло с них стечет. Дальше перевешиваю куда-нибудь на продуваемое место, чтобы побыстрее подсохло. Ну, соответственно, в принципе, наверное, с этим видео закончено. Дальше. Нет, вообще-то, ладно, да, кстати, досниму я, наверное, в это видео еще третий эпизод. Эпизод, назовем его так, что получилось после просушки. Как бы хочется показать. Тут у нас метки, не забудьте. Лево-право, льняное-подсолнечное. Ну, ладно, короче, просохнет еще. Да сниму сюда же, добавлю и все выкладываю. Сегодня по-прежнему 24 мая. Всем спасибо. Пока, до свидания. Ну, не знаю, пару дней Тоннер точно будет сохнуть. А может и больше. Ну, все. Прощаюсь ненадолго. И снова здрасте. Сегодня у нас, парни, 1 июня 2013 года. Сегодня еще одна знаменательная. Можно сказать, эта дата знаменательна тем, что я ушел в отпуск. Короче, на три недели я свободен. Ладно, не будем удаляться от темы про отпуск. Я потом, как бы, с вами поболтаю. Короче, про топорище. Эпизод третий. Значит, продинамил я немного со временем. Сушка началась у меня 24 мая. Сегодня у нас 1 июня. Сколько? 7 дней. Ну, ладно, не в этом суть. Короче, вот у меня два результата получились. Значит, друзья, давайте сразу. Это у меня было подсолнечное масло. А это у меня льняное масло. Подрежу. Просто она опять на айфон снимает, неудобно. Короче, друзья, в принципе, все это у меня просохло. Следов масла на руках не остается. Как льняное, так и подсолнечное. Ну, вот что я обратил внимание, в принципе, два топорища, сходных по конструкции, грубо говоря, по конфигурации и по размерам. Но то, что пропитывалось льняным маслом, вот так вот на руку, реальное ощущение легче. То есть оно полегче. А то, что пропитывалось подсолнечным маслом, более увесистое. Вот. С чем это связано, я, честно сказать, не знаю. Так, судить, в принципе, по какому-то визуальному эффекту, не знаю. Цвет сильно похож. Я думаю, там достаточно хорошо видно. Фактура дерева видна. Я особо, конечно, зашкуривание не утруждал себя так, чтобы особых зусенцев не было. Парни, еще раз прошу прощения, на айфон не видно, что там происходит и как. Короче, у таких вот два у меня топорища. Ну, рекомендуется это хэбэшной тряпкой все протирать. Так, это у меня подсолнечное. Сейчас я это, конечно, еще заполирую все хэбэшной тряпочкой. Больше я эпизоды в это видео снимать не буду. Следующее видео про топор. Комары достали. Следующее видео про топор будет уже... Наверное, про насадку. Про насадку. Вот с клином я еще вопрос не решил, с кленом или кленом, как правильно, не знаю, как быть. Распиливать, топорич не распиливать. Тут вообще мне подкинули грамотную идею очень сделать S-образный клин. Буквкой S. Металлический, без распила. Почему? Потому что, как бы, говорят, что... Ну, люди, которые пользуются топорами, кто выросли в деревнях, говорят, что... Да, и это, в принципе, и все знают, что топор... Ну, как... Да даже тот же молоток, короче, я не знаю, когда высыхает на воздухе, и он отклась в воду, чтобы он разбухал. Так же и топоры, ну, в основном, кулуны делают. Из-за чего? Из-за того, что здесь клин. Деревянный. Если просто кусок трубки заточить, вбить, то все равно может выскочить рано или поздно. Ну, не знаю, так люди говорят, это не мой личный опыт. Будем пробовать. Ладно, друзья, короче. Следующая видюха будет, как я насадил его. Ну, нет, наверное, сначала покажу, что я с клином придумал. Потом... В этом же, наверное, видео будет эпизод насадки, в этом же эпизод забивания клина. В принципе, наверное, думаю, что паром мы закончим. Ну, заточка уже будет отдельно. Ладно. Всем пока, спасибо. Пока, до свидания.